Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Вот мы с Еленой Фауэр приехала в гости к нам. Ну, тут побыли маленько вместе. Каждое утро маленько чем-то занимались тут что-то новое. За ночь было молитвой в храме. Ну, у тебя тут собираешься уже пора уезжать. Какие-то вопросы есть? Ну, вопросов у меня нет. Нету никакие? Нет. Ни одного. Ну, вот сейчас материалы собирают. Материалы сейчас собирают. Вот о миссионерских путешествиях, как они проходили, какие были затруднения. Может быть, благодарение за то, что Господь все-таки позволил такие большие сделать путешествия. Дело в том, что у меня книги вышли даже в названии «Открытым оком». Это и слово Божие взято. Смотрю открытым оком, он начинается в кавычки, прям в заголовке. Три точки, то есть перед этим что-то было открытым оком. Ну, приходящие на занятия в университетах, там Алтайский государственный университет, Алтайский государственный технический. Это большие университет, это 28 тысяч студентов только из 18 стран абитуриенты. Ну и стали просить, вот что тут бываете, вы говорите, отвечаете на вопросы. А тут проповеди, и оно нигде не остается. Побыл человек, ушел. А вот если бы это написать, все собрать. А ко мне, когда я стою за кафедрой, бумаги оттуда, бумажки летят. Кто-то приносит, берет, а люди сидят здесь. Ну, я отвечаю. Ну, кто-то первый подал, она оказывается дальше другими бумажками. А бывает до 30, тоже претензии имеют. Дескать, я первый подал, отвечаете последнему. Ну, я говорю, я не устал, поэтому то, что я говорю первому, последнему, я в равной энергии это отвечаю. И вот то, что отвечает, я не знал, что один человек сидит, и он что-то там все это, прям передо мной это. И когда он уезжать стал, так, он сказал мне, принес две коробки, полные этих кассет, ну, по 45 минут на одной стороне, маленький такой, как карманный, магнитопол. Он сидел и записывал, я говорю, уезжаю, а это я вам подарю. Так, это, я говорю, стоимость. Нет, 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 все так. Ну, значит, у меня от занятий что-то осталось. А на занятиях я отвечал на вопросы. А на вопросы отвечал, я вел три радиопрограммы по радио, по телевидению, занятия в милиции. В Барнауле пять отделов милиции, потом городское УВД и краевое УВД. Это сотни офицеров. И везде были вопросы. Это время перестройки, начало, храм один, люди не знают. Вот. И вдруг такое узнают. Вначале я вел занятия в актом зале, например, 700 человек. И постепенно храмы открывать стали, я это знал прекрасно. А я всех в храмы направляю. Это моя главная непоправимая ошибка. Я добровольно это делал. В храмы Московской Патриархии. Потом меня обвинять, кто бы они ни пытались. Они никогда не покажут, что я от церкви кого-то отрывал. Ну, дьявол-то все делает, говорит, скажем. Как Гоголь пишет об этом, как он пылит там и все делает. И поэтому люди уходили и уходили навсегда. Священник сразу же им говорил, когда они на Испании говорили, что знаются со мной, он запрещал, не буду прищищать. И то другое, пока не парьете с лаппином. И особенно бывает так, даже из других городов, вот из Ярославля у меня один познакомились. То есть он хороший человек, но какую-то должность как дьяконскую исполняют у сектантов где-то. Юрий, даже Казанцев могу сказать. Он увидел, что у меня Игла, Игнатий Лаппин. Он у себя написал Юрий. Юр, а оттуда взял К. Получилось Юрка. То есть уменьшительный у него. Переписывались. И он все принял и вышел от них. Я говорил, писал ему. И он с священником один договорился. И Купель, и с сыном крестились по-настоящему. У меня переписка вся сохранилась на форуме. А жена у него, видимо, рисовать умеет, иконы писала. И он спрашивал, вот я такой-то, могу ли я стать священником? Если он сказал, стал священником, почти на сто процентов я его уже потерял. Он должен сказать перед этим, исповедь полная. И как обратился, он сказал так-то и так-то. В интернете познакомился со Слабкиным. Слабкиным? Я нигде не знал. Я знаю, это протаренная тропа падшего с неба. Это он всегда так делает. А ему ставят только одно условие. Можно, конечно, у вас грамотное, свыше образование, но условия одно Слабкиным, что больше никогда не встречались и не беседовали. Я возвращаюсь осенью к нему раз и гляжу, в черный список занес уже. В черный список. А у нас такая прекрасная была переписка. На все вопросы я ему отвечаю. Столько ласки, внимания. И вот это вот. А что он должен был? Ну ничего, отказаться от должности. Она тебе не нужна. Там еще больше грехов насобираешь. И вот в любом вопросе, где бы ни было, у меня самое главное препятствие, личное для меня, это священнослужители православия. Притом ни разу, нигде не говорят правду. То есть дух лжи полностью завладел ими. Вот первый том, когда я стал писать, я с чего начал, что люди говорят, нужно вопрос эти сохранить, и то другое. Ну книга, книга получится. Я не знал, что книга-то какая будет. 751 страницы. И поэтому на корешке других книг, какой бы, вот сразу второй том, третий, и придет 33-й, и еще три в электронной версии. 33 тома. А первый стоит без номера. Почему-то я не знал, что дальше будет-то. Отсюда вывод, что я не искал ни славы, ни знатности, ни переименования. Там писатель, поэт, ничего этого не было. Доказательства. А теперь я ручкой, кто покупает книги, на первом томе ставлю. Вот как. И поэтому я отвечаю на вопросы, они перенесенные у меня на сайт. Сохранилось вопросов 4124. Тысячи. Их разбить пришлось на 55 папок. И они у меня на сайте. И я мог бы все это показать. Ну, сайт просто зайти и увидеть. Минутку. Как теперь показать-то это, чтобы видно было. Вот здесь я сейчас открою во свете Библии. Вот оно открыто. Вот они. Вот во свете Библии. Вот я покажу, как это выглядит. Чтобы кто будет, пожелает, он увидит все. Это никакой подставы, говорит, нету тут. Вот оно, как выглядит. Вот так. А справа, я сейчас буду вести сюда, вот оно где. Это 55 папок. Вот они. Какие тут? Женщины, жития, интернет. Ну, то есть, ну, 55 папок. Вот оно. Видно где. Теперь, если вот... Ну, что научит такое есть? Допустим, семья. 67-е. Я на семью надавливаю. Все. Теперь пошли только вопросы и ответы. Вот вопросы. Какой такой-то. И рядом том такой-то. Том такой-то. Вот, допустим, что написано тут? В Писании сказано, что Авраам и Сара были двоюродным братом и сестрой. Как этот церковь толкует в смысле брачных отношений. А, меня интересует вопрос этот. Теперь нажимаю на это. Вот маленький ответ такой. Теперь я возвращаюсь снова. И так, меня это не интересует. Вижу, что в семье тут все в порядке. А что тут можно... Проповедь. Вот тут проповедь. Я теперь открываю. Вот сколько вопросов. Вот этот большой вопрос в таком виде на бумажке и записано было. А что тут много написано? В субботу в церкви Александра Невского, Барнаул, была архиерейская служба. Присутствовало восемь священников. Епископ Антоний. Первый епископ на Алтае. Маседич фамилия. Народа было полный храм. Мы записали проповедь епископа Христос Воскресе. Дорогие отцы и братья и сестры. Я благодарю настоятеля отца Александра, это Войтовище, за этот великолепно отстроенный храм, на стенах которых уже начали появляться иконы. Благодарю хор, который очень хорошо пел. Это было повторено на два раза. Далее благословил двумя руками народ. Народ переоделся, сел в черный автомобиль и укатил. Народ некоторое время постоял в недоумении и стал медленно расходиться. Может ли такая проповедь обратить к вере в Бога? Напрашивается вывод. Пастыри наши безгласны и к народу относятся с пренебрежением. Это я за капитрой в университете. А теперь меня интересует, а что же я отвечаю? Я нажимаю. А вот он ответ. Аминь. Больше ничего нет. Вот какие бывают краткие. А, вот какие. Так вы на краткие ответы. Нет. Дальше. Почему за проповедь добра и мира были изнаны сначала пророки, затем Христос, а потом православные христиане? Почему мир так зол? Так ответ. Я открываю. Сейчас нажимаю на нее. Она открывает. Вот он пошел. Ответ какой. По слову Божию. Мы знаем, что мы от Бога. И дальше места. Места Писания. Это жирным курсивом. Это места Писания сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тут двенадцать. Фактически-то моего ничего и нету. Я ответил Писанием. Вот это сохранится. Ни один священник сегодня нигде, никогда и во всю мировую историю не отвечали так. Златоуст говорит полчаса. Пятьдесят примерно раз отвечает Библию. Почему не говорят? Ну, остальное-то он говорит. Это полчаса. А здесь вот оно все. Вот курсивом такое. А дальше стихотворение. А кто? Стюарт. Пока горит в моем окошке свет, спешите забежать на перепутье. Поверьте слову, жизнь с людьми не шутит. Посмотрите, а света больше нет. Чужая шторка за окном видна. Чужие руки опустили штору. А вспыхнет свет, он не для вас, которых так ждали у вчерашнего окна. Или совета Стюарт. Ну, Е-буква стоит только, я знаю. В своих ответах я пользовался 500 поэтов за 300 лет, что говорили. 500 поэтов мира. Понятно, и ответов таких не было. Я просто говорю, из своего ничего нет. Повторяю всегда, у меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного. Я просто люблю Господа и с ним нахожусь. Вот теперь разворачиваю обратно к себе. Буду говорить. Вот когда получили, получилась книга о книге, то я не знал, как издавать. Меня спрашивали, говорят, а кто будет верстать? А что это такое? Я говорю, у меня газеты есть. Это приходили старые обрядцы, но они уже новые такие, обмякшие, из православия перешедшие. У них еще взгляд-то не совсем помутненный. А газетки мои у них были. Это 14 газет вышло. Я издавал их в Алтайском государственном университете. Там Клименко Владимир Федорович был редактор. Или главный, или просто редактор. И издавали они свою газету «За науку» называется. 999 экземпляров, не тысяч. То ли там цена такая за это будет. Мне они помогали. Набирал он все. В университете, в котором я вел Алтайский государственный университет. А вкладыши, это по его уже разумению, она вот так сворачивается. Небольшого формата такая газетка. А вкладыши я заказывал 25 тысяч. Ну понятно, что тут одной тысячи нету без одного. И он помогал мне во всем этом этапе помыстить. Даже были фотографии иногда. И таких у меня вышло уже с 14. О покаянии, о крещении, о церкви, о священстве, о милостыне, о посте. И когда сказали, что это хорошо бы книга издать, я говорю, да кого же газеты? Ну газету складывал. И она там уже... Надо книгу. Ну книгу, да книгу. Я еще ничего не знал. Что это ужасно дорого. А у меня минимальная пенсия бомжа. Ну тут вот меня все это подвигло, что я полностью положился на Господа. Только он. Теперь, где типография есть в Барнауле? В этой типографии там познакомился. Все. Уже тут... А кто корректор? Это человек, который хорошо знает грамматику. Познакомился. Она кандидат там в наук, в филолог. Ну все подготовил, материалы сдал. Ну там принимают и предоплата предварительно надо. То есть они должны получить, ну может быть, не половину, но хотя бы там третью часть заранее, а потом уже полностью. Денег нету. И вот тут меня Господь... Вот понимаете, брать за такое дело, а это стихи издать только решил сначала. Как они будут... Вот она у меня там осталась, там несколько экземпляров, но людям я уже не посылаю. А всего-то тысячи экземпляров. Вот я посмотрел еще издевать меньше, сотни экземпляров. Чем меньше экземпляров, тем дороже экземпляр будет. Главное, они настраивают технику на это. И чем больше я передаю, больше тираж будет, тем каждый будет дешевле. Вот если у нас визитка, которая есть, эту визитку просто так издавать. Ну я скажу, мне она нравится, эта визитка. Мы переделали на новую. И она вот такая маленькая. Ребятишки стоят, вот она какая. Вот. А тут с обратной стороны все говорится. Не знаю, будет видно это или нет. Вот такая. Тут наши ребятишки. Но впереди тут написано. Дети, запятая, воспитанные во Христе. Ну-ка, прочитай дальше внизу. Без очков не вижу. Вот, подожди. Не видишь? Не вижу без очков. Сейчас, подождите, прочитай. Сейчас. Ну-ка. Дети, подбавили сколько детей. Вот она. Они одинаковые, совершенно одинаковые. Фотографии-то другие. Дети, воспитанные во Христе, вот единственная национальная идея, которая могла бы поднять Россию и сделать ее великой и славной. Игнатий Лапкин. Ну, это мое выражение. А тут то же самое. Самое, но дети. Я сейчас покажу. Не знаю, я теперь там видится она, не видится. Но покажу, как мне кажется, что может быть увидят. И здесь тоже. И вот издавать ее. Если я издам 100 экземпляров, 100 экземпляров, стоимость будет такая-то, там, по рублю каждая эта бумажка. Теперь решили, издавал это все, делал. Это Сергей Пупков. Вот видишь как. Тогда сразу сколько? 5 тысяч. Понятно, что цена уже дошла 33 копейки. Это в три раза дешевле даже. Ну, она на картоночке на такой, ну, как мы хотели, все долго готовили, там убирали, подписывали. Дальше там, где у нас сайт, где скайп, то есть с обратной стороны еще сколько, крест какой. А парализован Сергей долго там помогал и сделали так, поправлять даже нечего. И вот теперь книги издавать. Где денег взять? И сразу же Господь показал чудо. У нас была сестра Надежда Павловна. Надежда Павловна. Егоренко. И умерла она 24 февраля. И на 40-й день вам принес Господь через ее молитву. Наверное, так. Как ее фамилия-то была? Егоренко. Егоренко. А девище? Не помню. Торбеева. Я стихотворение даже посвящал. Она такая, маленькая, как бы южный народ. Что-то там у нее. Торбеева сама фамилия-то ее такая была. Ну, до того она добрая. Попала один раз на занятия к нам в университет. Я возьму и скажу, что мне для чего-то нужна кадушка. Дереванная кадушка. То ли что-то хранить, я же привожу тут еще-то. А мы собирались, сходили тут на Булыгино кладбище, тут по дороге, там ранжирный парк, где вагоны готовят к поездке. И через это место мы проходим на Павловский мост, на Павловский мост поворачивает дорога. И она пришла туда, на себе притащила бочку в Бор. Ну, конечно, отняли. Тогда было, я один раз посчитал, 50 тысяч человек только приходило. И студенты были, молодежь, ну, почти вся молодежь где-то. Но вот как Господь показывал. И главная моя ошибка, что я всех направлял в отрячие храмы. К себе ни одного, ни разу, это как под запретом было, к себе никого не звать. Познакомиться, да, пожелать сказать, да. Пожелать, чтобы приняли. Тогда исследуют его, на дом сходят, на работу, в университет, узнают, кто он такой. То есть, таких правил никогда, нигде, ни у кого не было. А почему? Я отвечаю, чтобы, придя к нам, они вместо христиан не увидели карикатуру. Одна причина. И вот теперь решите, где по совести поступают. Я опять же возвращаюсь к изданию. Мне нужны деньги. А денег нет. Предоплата нужна. Ну, я знаю, кто богатый. Богатый, где корень богатый. Я стал молиться. И однажды вот в эту дверь стучится кто-то. Кто такой? Такой-то, такой-то. Вам деньги нужны? Да. Так, я вам дам денег. А у него в руках маленький саквояжик. Прямо такой вот, как чемоданчик. Ну, маленький совсем. Но одно условие. Я говорю, и какое? Если выполнимое дело, чтобы никто не знал, что я к вам приходил. А он, оказывается, там какое-то есть, где-то предприятие. Работает он. У него все есть. Неженатый. И он не один. Чтобы те, которые там, не расположенные ко мне, не нарушили отношения наши. Я сказал, хорошо. Я по сегодняшний день ни одному человеку не сказал где-то. Он сразу, сколько нужно? Предоплата столько-то. А там, не знаю. Это он сразу отвесил мне, сколько надо. И все. И повернулся, и пошел. Я, конечно, молюсь за него. И благодарю Бога. Он чуть-то на нашу девицу не позарился. Сосватать мог ее. Ну, получилось так, что он женился с патриархией взял. Но все как надо. Что значит довериться Богу? Я узнал, стоимость для меня неподъемная никогда. И теперь они издали. А дальше как надо? Какая корочка должна быть? Она на льняной основе. Мягкий переплет. Он дешевле. Черно-белые фотографии. На цветные. Нет, я пошел где фотовыводы готовят. Познакомился Пургин. Вот. Юрий звать его. Что-то Николай, что ли? Вот уже давно не встречались, но я молюсь о нем каждый день. И он этим заведует. Типографию. Большая. И он... Когда я уже отнести, дисков не было. Жил тут у меня, я романах Нафанаил. Он открывал компьютер и вытаскивал это на чем информации. Я запечатал, туда шел, они там снимали. Ну, черно-белые. И черно-белые. Получилось второй том. Вопросов там много. А вопросы, которые мне задавали, я их выбрасывал. Вот еще что. Бумажка, что нам бумажка дается? И один человек и говорит, вы не выбрасывайте. Вопросы эти потребуются еще. Мне убежать не надо. Я стал их складывать. Своя поклажа рук не тянет. И набрал. И получилось, что набрал не одна, не двое. Когда высыпал, когда уже в конце-то. Ну, это четыре тысячи. Вот отрежьте бумажек. Сколько получится? Четыре тысячи сто двадцать четыре. Сохраненных. А сколько несохраненных? Ну, я не могу сказать. Ну, думаю, не меньше десяти тысяч. А ушли они навсегда. А эти вопросы, которые были не записаны, где они же остались, я тоже самый. Теперь я на них отвечаю пространно. И везде почти есть в конце стихотворения из поэтов. Из своих у меня стихотворений за девять, за восемь с половиной лет было написано. Три тысячи четыреста шестьдесят семь. Каждое стихотворение двенадцать куплетов. Девять куплетов. Девять. Девять и четыре, тридцать шесть строчек. Четыре строчки в куплете. И эпиграфы из Библии. Этим я уже стал разбавлять везде. Но они книги считаемые. Я подвожу к тому. Когда книги стали выходить, я стал думать, кто знает. Они у меня накапливаются, а на складе лежат. А одну только привезут. Это комплект полный. Тридцать один килограмм. Один комплект. А их тысяча. Тридцать одна тонна. Тридцать одна тонна. Да. Да, так. Тысяча, потому что экземпляров. То есть она тридцать умножить на тысячу. Тридцать. Одна тонна. А машина-то сколько она поднимает? Ну, конечно, сам асвал. Ну, вагон, который пульман шестьдесят. Ну, это половина вагона, который уголь везет. И теперь, а я к этому не привязан, и каждый раз Господь дает деньги. А так как уже это не 324 страницы стихи, а именно 752, это намного больше. Ну, и мягкий переплет, и черно-белые фотографии. И когда 12 томов уже вышло, это проповеди пошли. И ответы вопроса, и ответы проповеди. Я отвечал на все вопросы политические, домашние. И с 13-го тома, наполовину он еще такой, но уже в твердом переплете. Притом сразу каждый том снаружи отличается друг от друга. Я сейчас покажу его. Вон там они у меня есть. Как это выглядит. Ну, я сейчас не знаю, увижу, нет их. Вот оно где. Вот они книги. У каждой свой свет. Вот. Вот смотри, какие книги. Вот они, мои книги, лежат. У каждого свой свет. Такого тоже. То есть, если выходят какие-то книги, они все одного цвета. А здесь можно было доставать... Вон, почитай. Они все лежат там. И первое его издание, которое даже первое, я сохранил их. Это я тут на треножнике, но никого нету, поэтому так. Вот садитесь, сейчас я подойду. Вот такое дело. Вот там, видите, они в трапезной книги лежат. Это получилось, у меня вышло из печати 38 томов книг. Тридцать восемь. Ну, это девять. Ну, то есть, каждый в среднем. В среднем. За год у меня выходило четыре книги. И первый, кто осознанно это понял, подошла вот сзади стоит Любовь Николаевна Потеева. Как у тебя девичья фамилия-то? Архипова. Архипова. Вот она подошла и говорит, какой вы счастливый. При жизни видите труды. Обычно как пишут, там посмертно издают. Было такое? Было. Было. В университете Агу подошла. Вот я думаю, да. И женский ум. Она поняла, сколько переживаний. Когда стихи первые вышли, я его еду в трамвай, крадущий от людей открываю, смотрю, печатно там фотографии. Ой, никогда. Ну, а одна за другой пошли, а то ослабевает. Первый ребенок рождается так, а если больше десяти, у одного было так, родился ребенок, сейчас я не знаю сколько, кажется, одиннадцать, и все дочери. И он несет ее на руках, по деревне идет, а другие люди смотрят в шторке, боятся посмотреть на него, говорят, как он сына хотел, опять дочь, а он виду не дает, и дает гоголем. Вот так. Так и здесь книги. Так. Ну, 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 иди сюда, иди ко мне, да, иди скорее. Иди, она, охота слезть, и кошка у меня. А тот может прыгнуть, и сбить аппаратуру мою. Иди, гуляй. Черная пантера называется. Вот она какая. Бомжишка. На улице подобрал. Хотя своих кошек полно. Ой, посарапай ее. Самая ласковая, шустрая, а так, к слову сказать, упали, а там тоже, думай, дают кормят или нет. Так, вид-то какой у нее, старушечий. Она упала, и голову-то разбила, и голова была сильно завернута, и тут долго лечили ее, и поэтому она боится шприца, как огня. Вот так, види как. Ага. Упала. Все приспособлено, пробито вверху, чтобы... Но это надо показывать, чтобы был Володя, он бы показал. И вот теперь я начинаю издавать, и закончилось. А книги еще семь томов подготовлены в электронной версии у меня. Стихи положены отдельно, хотя они в других книгах. Каждый том стихов моих по 800 страниц. По 800 страниц стихи таких вообще никогда, я думаю, нигде не было. Тем более пишут, там 3-4 строчки, чистые. У меня чистые, ни одной строчки нет. С эпиграфом это получается 36 и 42 строчки. Все заняты до одной. Как стихи писал, я уже показал вам. А теперь книги вышли, склады загружены, никто не знает. Как? Я в библиотеку. Они посмотрели, книги нужны, хорошая, краевая библиотека. Но у нас денег нету. Бюджетники. У нас ничего нету. Опять мне решать вопрос, как? Я молюсь, и у меня ответ. Дари. Вот мы ходили в краевую библиотеку, Львов Николай находил, они дали список, два экземпляра. Один экземпляр полный стоит 750 евро. 750 евро. И вот на сегодняшнее время полное мое издание где-то примерно подтягивает под 55 миллионов рублей. Не имея ничего. Но явно, что это авантюра. Но, когда мы поехали в другие библиотеки везде и подарили, это у нас было 8 миссионерских, 8 здесь, наверное, было, миссионерских путешествий, и 2 в дальние зарубежья. 2. Дойти до Португалии. А тут мы дошли до Владивостока, порт Находка. И 650 библиотек получили от нас полный комплект. Это удовольствие нам обошлось 35 миллионов рублей. Не считая дорогу. За дорогу только в один год мы потратили 440 тысяч рублей. Понимаешь, вот ничего своего нету. А вот было бы все, может быть и не так действовал. Мозг ожирел бы, да и все. И вот удивительно. И вот спрашивает, как принимали. Ну, мы едем, ну, скажите, на восток мы когда ехали, а отбой у нас всегда в 10. В 10 где-то на остановке, или там где-то, как правило, ищем лесополосу, чтобы нас не видно было, а утром сразу куда-то заехать. С нами собака, 2 проповедника миссионера и шофер. Вот так, 3 человека и собака, которая станет чемпионом России. Тоже сказать. И вот мы в 10 уже все закончили. Где-то должны спрятаться, подготовить ужин и в 10, чтобы заснуть. Подъем всегда в 2 часа. В 2 часа ночи мы уже трогаемся в путь до ближайшего города. В среднем мы в день проходили 1030 километров. В день мы должны были встретить не менее 5 библиотек. И поэтому, когда кто-то выходил на заправочный, платил деньги, ну, как правило, это был Виктор Николаевич Савченко, а Николай Павлович Кручина, он за рулем. И вот он когда уже дает там больше денег, а теперь, когда заправили, стоит, когда надо, значит, подойти к окну. И Виктор идет туда получать, у него машина за... Он теперь отрывается оттуда, бежит бегом. А в это время он уже трогается, и всегда на ходу. То есть мы экономили не минуты, а секунды. И это нам помогало. Бывает, поезд где-то останавливается, и мы успевали проскочить. Вот как это было дружно. Все это обдумано было. И вот теперь эти книги вышли. Разного себе это... Как они выглядят. Дальше они будут... Кругление корешка. Кругление. Видишь, как она выглядит, книга-то. Не просто так обрубленная. И которые издавали в Горном Алтае. И они меня спросили. Ну, допустим, было издано уже 20 томов. Ой, главное-то они издавали. К истинному православию быстро закончилось тысячи. Я сразу заказал три тысячи. И опять деньги появились. И на каждую книгу предоплату? Плату. И где бы ни было, все так есть. А как рассказать? Ну, какие именно? Ну, откуда? Кто? Люди-то не знают. Бог знает. Я не знаю. Вот здесь на втором у меня плацкарте. На второй, говорится, шконке. Спецчеловек все время какой-то был. Было раньше там. Этот... Отец Нафанаил Судников. А в эту ночь у меня ночевало два священника. Я им говорю, братья, мне вот завтра выкупать книгу, а денег нет. И сколько надо? Ну, я называю, сколько там надо там. Да немного и надо там, 68 тысяч. А у самого пенсия в то время было 5 тысяч. Ну, что спрашивать-то где? А откуда? Так вот и вопрос-то откуда. Я не знаю. Да как тогда молиться? А я к Богу, я его все время знаю. Ну, помолились, легли спать. А время как холодноватое, я всех предупредил. После 9 по местному мне не звонить. После 8. В 8 уже, чтобы никто не звонил. Мое личное время. Я тут заканчиваю, все, молюсь. И только легли спать, звонок. Ну, вылазить, когда я на угле экономлю, чтобы ведро угля сэкономить. Температура доходила намного ниже 10. Это сейчас так у нас уже 13 уже считается. А это и днем копоть идет из трубы. Ну, это экономист. Она меня прозвала великий экономист. Так или нет? И вот, звонок. Я вылазить подъяло. Кто звонит? А вы где? Я говорю, а вам кого надо? Надо нам Лапкина. А кто Лапкин? Кто? Лапкиных много. Ну, такое дело. В чем дело? А вы кто такое? Ну, мы из Америки. Где? Калифорния. Калифорния город-то какой? Сан-Франциско. Нет, это Сакраменто. И что вам надо-то? Ну, надо, говорят, у вас церковь во имя Климента названа. Я говорю, нет, это во имя Климента у меня лагерь детский, я начальник. Да нам все равно, дядя умер, Климент. И говорят, где церковь Климента, там выше молитвы доходят. Так вы вот завтра в Вестер-миньоны дети, мы сейчас вам засчитаем цифры, 10 цифр. Идите, получайте деньги. Священники на нем вот так. Вы никого не знаете, понятия не имея. Вы видели разговаривать? Кто, куда, откуда. Это вы вот помолились, мы легли, два часа прошло, и Бог ответил. Он ответил, к утрам, утром деньги будут, я книгу выкуплю. Невероятно. Ну, то есть, люди, которые начинают со мной, да ну, в пургу гоните, говорят. Мало еще язык без костей. Но кто рядом, тот знает. Да. Вот вчера у меня был день, одно, другое там как-то наворачивалось, и ты меня пособила тут. Там на тебя кто-то сказал неправильно, да что она. И все это, как бы я виноват, собрание-то идет. А на самом деле я даже на одной молекулы не виноват. Кто-то сказал тебе, а при чем тут я? А я тебе боли не слышу, мне это облегчение оправдывается. По милости Божией, сегодня мы получили радостное известие. Илья Мажар, я могу сказать его имя, фамилию. Он крестил, видимо, дочку. Как везде потребовались деньги. Он так, ладошкой в голову, такая, мокрая задение священник. Добился полное погружение и бесплатно. Но, говорит, на выходе я пожертвовал на храм. Ну, не меньше того, что стоит у них крещение. Я верю, что он заплатил вам много раз больше, я его знаю. Потому что он неоднократно через меня кому-то помогал. Без всякой проверки. Ко мне ни одна копейка за всю жизнь не пристала, к слову сказать. Хорошо быть бедным. И хорошо не иметь машину. И скудный обед, и все остальное. Не есть мясо, не пить вина. Я говорю об этом, об издании. И как вот мы начали теперь миссионерские путешествия. Я давать, вот мы едем. Какой впереди город? Город такой-то. Сергей Павлович, мы ездили сначала пятеро, а потом трое. Ну, пятеро показать просто. Они никакой роли не играли. Но он знал это. И он набирает такой-то город, библиотеку. Он говорит, мы не успеваем подъехать, они уже уйдут. Он говорит, нет, мы едем с книгами в подарок. Соберите людей, если сможете. Мы приезжаем, у них там полная библиотека, люди ждут, и мы отдаем. Молодежи тут, я выступаю. Но у меня график, во сколько должны уйти. И нигде никто не против. Улан, Удэя совершенно нет. Республика, Бурятия, там разницы нет где. Мы на юге, это там Дагестан, Ингушетия, мусульманские страны. Мы никого не зазирали и везде принимали. А проехали, это не игрушка, 650, только библиотеке подарили. Я говорил, на сколько, 35 миллионов рублей, это нам обошлось. И это все с такой радостью отдаю. И вот приезжаем, нам нужно скоро, хорошо, когда там директор. А если директора нету, в первую очередь я должен рассказать, кто я, кто я такой. Бородатый дядька свалился, как с неба. Чего вам надо? У нас библиотека сегодня, там, санитарный день. Послушайте внимательно. Мне некогда. Я привез книги, книги, а какие? Кто автор? Я автор. 38, это все ваши книги? Этого никогда не было. Да у нас тогда праздник сегодня. Ростов-на-Дону. Могу даже сказать, Ставрополь, Ставрополь. Это вообще надо говорить. Это бесплатно? Бесплатно. Если сможете, помолитесь. Ну и дальше я должен вызвать доверие, кто я такой. А у нас список книг, и печать стоит, мы показываем, кто мы. И им такое же даю, и чтобы они поставили печать, что книги будут храниться, будут давать посетителям. Ну, все понятно. Это 650 только миссионерских. А так-то сколько? А экземпляров всего тысячи. И это бесплатно. Понятно, что это только Господь мог такое делать, сделать. Ну и дальше я о себе должен сказать. А теперь уже легко, интернет сразу заходит, ну где-то что-то увидит. А сейчас еще легче. Вячеслав занялся Википедией. А Википедия это серьезный труд. Там каждое слово, вот мои справки-то, которые доставали прокуратура, краевой суд. Мне копию сняли с суда. Да, в прокуратуре даже такое. В прокуратуре у нас что было? Да, там тоже по судебному делу. Я дел юстиции дал. Вот, краевая прокуратура, это серьезные такие. И дальше в университете, где было занятие, везде справки. И все теперь поместили где. Обо мне что говорят? И расширили кто-то. И кто-то сунулся туда, и Лапкина. И застряло, красно написано. Убрать это, а они не убирают. Оставим время, мы посмотрим. А пока оставили время, то, что сначала обо мне было написано, расширилось сразу, может быть, два в три. И теперь надо назвать, кто это сделал. Ну, врагов-то у меня море. Только 18 тысяч черный список занесено было. Примерно 260 роликов против меня подсчитали. Это вместе взять всю Государственную Думу, Путина с Патриархом, меньше чем. А почему? А вот этот-то, который рогатый, хвостатый, с копытами-то, он и трудится везде. Потому что задеваю я его со всех сторон. Почему? Виноватый, кто показывает конкретно, никому не угождая. И в книгах это все ответы. Но что, конечная инстанция, конечная. После моих ответов, кто будет отвечать, он порядок будет ниже. Почему? Ну, вот сейчас я показал. Один только. Или я отвечаю «Аминь», потому что в вопросах задано один. Он самый короткий уже. Или такое. Вот сейчас есть такие ответы. Несколько страниц. Несколько страниц. Это я отвечаю сразу. Что говорит об этом Библия в каждом вопросе? Святая Библия. Второе. Что говорят святые отцы? Это 300 томов. Я из какого показываю? Какой святой отец? Третье. Что говорят каноны церкви? Правила. 719 правил. 413 ежедневно нарушаются. Что по этому вопросу конкретно говорят? Какой собор? Какое правило? Четвертое. Это 1173 биографии по Дмитрию Ростовскому. Жития святых. И второй, третий том. Настольные книги священнослужителей. Там нов канонизированные. Еще 170, кажется, 4. Которое новое. Это все вместе. Я отвечаю. Какое житие? На каждый вопрос. Счастье оттуда берется. Из жития святых. И последнее, самое трудное. Что говорят 500 поэтов мира, 300 лет по этой теме? По теме. Это 20 тысяч файлов. Таких книг никогда, нигде не было. Ни один священник, ни один оратор никогда не отвечали в такой полноте. И когда я студентом был, я знал, что мои студенты самые умные во всем мире. Они знают, что ответ. Подтвержден не мною. Да мало ли еще скажут. Бумага терпит. У меня она не терпит. Она горит, когда неправильно написано. Вопросы сложнейшие. Отдельно мусульманство. Мусульман, я с ними разговариваю, когда я сейчас покажу. Не просто так. Если я в Библии, если я христиана задаю, я отвечаю по Библии. Ну, не знаю, видно или не видно будет. Вот так. Если это мусульмане, я разговариваю с ними по этой книге. Вот она книга их. К слову сказать, в прошлом году, не в прошлом уже, позапрошлом, передо мной прошло 2600 мусульман. И ни один не считал книгу. А я говорю, какая сура, какой аят, везде, какие ошибки, не в книге, а у них, у людей. Я говорю, открой пятая сура, 68-й аят. Ну, 47-ю сначала аят открою. Это глава стих. Сура аят. Там говорится, что мы, иудеи, называемся люди писания. У людей писания-то нет. Как они высоко нас оценили, кто писал-то. А вот уже 68-й аят, там говорится, что Всевышний, а я тоже признаю Всевышний, дал нам и жил, в скобках, Евангелие. И чтобы я не нарушал его, жил по нему. Я поэтому пришел с Евангелем. Я нигде не нападаю. У меня табу три слова. Аллах, Мухаммад, Коран. Я их не произношу, чтобы их не драконить. Но если спрашивать, я говорю, откройте. А они не открывают. Я говорю, ну ты 260-й будешь. А дают, а почему не считаем? Ну, я им отвечаю, почему. Потому что, я говорю, вы умеете бегать только за голыми бабами. Больше ничего нет. Ну, и говорю, да ты прочитай, 4 сура, 3 аят. Тебе 4 жены радыша. Это у нас так написано? Да, у вас в книге написано это. И вы считаете, что пророк Иса, это наш Иисус Христос. Между ними 1600 лет. Это разные персонажи. Как вы узнали это? Ну, считайте, 6-20 исход книги. И у вас это написано. 3 сура, 35-36 аят. И 19 сура, 28 аят. Откройте, сравните. Вы говорите, Марьям была сестра Моисея. От Моисея до Христа 1600 лет. Кто это писал-то? Ну, это же явно несоответствие-то. А вы и знать не знаете. То есть, я разговариваю конкретно по их вопросам, по их книге. Но когда спрашивают. А так я не задеваю, я по своей книге. Ни критики у меня ничего нет. Почему? Меня Бог послал проповедовать Евангелие, но не опровергать чужие книги. Я просто им говорю, у вас это написано, что я говорю. Я не опровергаю, я ваши мозги хочу просветить. Ну и что слушают мусульмане? Слушают. Я могу сказать, за эти годы меня прослушало определенно, четко. Примерно 4000. А когда говорят мало они где-то, это несколько. Разговоры там записываю. Это около 450-500 мегабайт. Это 400 роликов. Так, что я сказал 4? 4 тысячи. 4 тысячи. Вот, посчитай теперь, сколько их было. Это я все между делом. И одна книга у меня посвящена разбору, которую у них тут задавали вопросы. И они любят зеленые и книга такого цвета. Какая национальность любит золото, золотистого цвета книгой, я разбираю их жизнь за 3600 лет. А у мусульман за 1300 лет. Что было сказано, какими, где. Это вы все знаете. А я даже не считаю, что такие знания. Знания это к месту Слово Божие, которое оживляет. И сами видите, я отвечаю, не глядя в книгу. Я за кафедрой стою, у меня нету Библии другого. Не Библия, а Новый Завет. Игорь Владимирович Дубунов стоит. А я отвечаю. Это от Бога. И мне не о чем не хвалиться, не гордиться. И вот как я приезжаю в какое-то место, мне надо сначала вызвать доверие к себе. А люди этого не понимают. А вы сами себя хвалите. Хвалят другое там другого. Ты не знаешь, о чем говоришь. Мы совершаем миссию. Моя задача открыть перед человеком то, что он не знает. А все это описано в книгах. Не просто я сказал. Вот апостолы говорили. Они говорили. Они уходили. Да что ваше выше? Мое несравненно выше. А почему? То, что я так говорю, я в песенном виде оставляю и ухожу. А апостолы уходили, ни одной строчки не оставляли. А я-то по Писанию. В каждой книге примерно три тысячи мест из Библии. Три тысячи. А на 30 томов это 90 тысяч. Да еще три тома. Сто тысяч. Сто тысяч стихов. А я могу сказать, сколько это. Это намного больше, чем в самой Библии. У меня статистика на все. В каждом томе сколько упоминается. Сколько на все 33 тома. 30 вышло. А три еще в интернетной версии. Сколько буквок могу сказать в течение одной минуты. Потому что все книги у меня разбиты. Слепленные. У меня обслуживают четыре программиста. С первого по 16 том. И с 17 по 33. И везде корочки разные. Так тоже никто не издавал. И писать стихи. И напротив каждой строчки. Вместо открыть Библию. Что есть. Никто никогда во Вселенной не делал. Сейчас некоторые начинают. Но две-три строчки. У меня все 36 раз надо открыть Библию. А у вас что? Сначала вы писали. А потом. Или сначала вы думали. Как раз я и не думал, когда писал. У меня стих появляется. Вот здесь вот. Когда мы молимся, я молюсь. И вдруг как будто строка пропрывает. Ее нет. Я не вижу. Я ее чувствую. Я... Вот у меня. Видишь, сколько бумаги лежит? Сколько ручек. Я сразу записываю. Строчка одна. Кончили молиться. 35 строчек легли туда. У меня черновики на 3467 полных листов карандашом записаны. Ни одной по марке нет. Бумагу. Представь, подойдет 500 листов. Семь пальчик одна на другую. И все исписаны карандашом. И все их перепечатал своими вот этими руками. Это Бог делает. Так люди одно знают. Почему? Господь. Господь.